На встречу в Москву, кроме представителей всех ветвей власти, руководители ведомств федерального уровня пригласили и региональных лидеров, среди них губернатор Кубани Александр Ткачев. Президент поставил задачу и объявил основные направления развития внутренней и внешней политики страны. Отдельное внимание Путин уделил и основным точкам в развитии регионов в ближайшие годы. Ставку делать будут на создание промышленных кластеров и наращивание объемов производства сельхозпродукции. Это в условиях санкций стало стратегически важными отраслями. В этом году Россия собрала один из самых высоких урожаев зерновых в нашей новейшей истории. Текущий рост производства в целом по АПК порядка 6%. У нас появились эффективные крупные аграрные предприятия, фермерские хозяйства, и мы будем их поддерживать. И давайте поблагодарим тружеников села за результаты их работы в этом году. С 2015 года также запускается программа компенсации расходов субъектов Федерации на создание индустриальных парков. Рассчитываю, что регионы будут активно использовать эту возможность для развития собственного промышленного потенциала. За счет дополнительных мер мы должны поддержать экономический и промышленный рост в стратегически важных регионах страны. Создание собственных производственных площадок в субъектах Российской Федерации, считают многие собравшихся глав регионов, поможет перейти к диверсифицированной экономике. Это позволит увеличить количество источников пополнения бюджета и сделает экономику более независимой от внешних факторов. То, что это наиболее эффективный путь развития, Кубань уже почувствовала на себе. Делая упор сразу на несколько отраслей, регион преодолел кризис 2008-го. Главный вывод сегодняшнего послания. И, конечно, он обословлен безусловно экономической ситуацией, макроэкономической, которая сегодня существует в стране. И только расчет на собственную силу, на собственный народ, на собственный бизнес сможет, в общем-то, нас сделать крепкими, независимыми и, безусловно, проститающим государством. Очень важно для нашего края, то, что я уже услышал для себя, и то, что мы правильно делаем, это создание новых промышленных и инновационных парков. А значит, ставка на развитие промышленности. Это для нашего края может быть и новая тенденция, но это то, что жизненно необходимо. И я считаю, что Кубань не только аграрное лицо должно иметь, но, безусловно, и промышленное, и инновационное. И здесь я очень рассчитываю на поддержку, безусловно, и федеральное правительство нам нужны. И экономические свободы в этом смысле, старты хорошие условия. И, конечно, на оригинальном уровне сделать все, чтобы привлекать эти инвестиции, как и отечественное, так и естественное, и зарубежное. Одним из условий развития экономики на местах, по мнению президента, должна стать свобода для бизнеса. Владимир Путин считает, что предпринимателей необходимо избавить от навязчивого контроля и постоянных проверок. А для малого бизнеса создать надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надежную репутацию и в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года его планово проверять не стоит. Получат каникулы только уже налоговые сроком на два года и малые компании, которые зарегистрировались впервые. Такие условия для средних и мелких предпринимателей должны помочь окрепнуть этому сектору в регионах. Когда человек только начинает ходить, взрослые родители стремятся дать ему возможность вырасти и стать на ноги. И после этого только он может себя реализовать, так и с малым бизнесом. Тогда, когда впервые или, может быть не впервые, но с нуля начинает кто-то что-то делать, безусловно, ему требуется такая потешка. Я думаю, это даст серьезнейший толчок для того, чтобы развивались уже не только малый бизнес, но уже и средний и более уже крупный бизнес-формирование. Впереди сложное и напряженное время, заявил сегодня Владимир Путин. Поэтому стабильность всей России будет зависеть от каждого гражданина страны. Санкции и внешние ограничения – это только стимул для ускоренного достижения цели. В ближайшие несколько лет необходимо сформировать запас прочности в промышленности, в финансовой системе и в подготовке современных кадров. Для этого в стране, заметил Путин, есть и капитал, и емкий внутренний рынок с большими перспективами в регионах. Продолжение следует...